Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами говорим о нормировке винограда с зелеными побегами. Также немножечко затронем, в принципе, весенние работы, подвязку, но об этом чуть позже. Почему вообще надо нормировать? Если мы хотим получить хороший, красивый урожай, как мы видим его на картинке, то за виноградным кустом надо ухаживать. Дело в том, что виноградный куст, в принципе, как и многие другие растения, закладывает больше побегов, чем нужно, закладывает больше урожая, чем он может вынести. Ну, на всякий случай, для того, чтобы, если случатся какие-то неблагоприятные условия, чтобы растению было с чего расти. Если условия наступают благоприятные, начинают расти все, энергии куста может не хватать, он будет тратить на все понемножку, ну и в итоге получим, что получим. Ничего особо хорошего. Именно поэтому нам и нужно помогать нашему виноградному кусту избавлять его от лишнего, чтобы он мог сосредоточиться, скажем так, на главном и выдать нам хорошую, красивую ягоду, хорошую, красивую гроздь. Немножко тему нормировки мы с вами уже затрагивали. Тогда я вам говорила, не спешите, подождите, потому что погодные условия были неблагоприятные, но теперь уже все становится гораздо лучше, гораздо более заметнее, поэтому самое время эту нормировку проводить. Итак, с чего начинаем? Прошлогодний побег, на котором идут уже плодоносные побеги, и все до то, что до проволоки, мы удаляем, потому что дальше у нас тоже побегов хватает. Берем, просто выламываем. Готово. Дальше часто вы спрашиваете, сколько глазков, сколько побегов оставлять. Стандартная нагрузка на большой, хороший, взрослый куст 30-40 побегов. Ну, честно говоря, я никогда не занимаюсь вот этим подсчетом. То есть я смотрю, чтобы мне было удобно все это обслуживать, и я смотрю на то, как побеги растут. После того, как мы удалили все, что у нас было ниже проволоки, в классике, мы убираем все двойнички. Вот, смотрите. Двойной побежек. Вот, двойной побежек. Бывает тройной. Вот. Все это убираем. Вот здесь тоже двойничок. Вставляем тот, который посильнее. Теперь смотрите дальше. Вот здесь у нас вроде еще до проволоки мы чуть-чуть не дошли. Но, вот у нас старая древесина. Вот начался прошлогодний побег плодоносный. Вот это, вот этот побег нам нужно оставить, потому что он у нас будет на следующий год. Поэтому на такие вещи тоже обращайте внимание, чтобы вот эти вот побеги у нас остались. А так мы в азарте удалим, удалим, удалим. Но у нас получится слишком далеко, например, неудобно по нашей формировке. То есть обращайте внимание сразу на те побеги, которые удобно расположены для вас, которые мы оставим на плодоношение на следующий год. Вот, ну и просто, чтобы вы в азарте их не удалили. Здесь смотрите, побег вниз растет тоже. Если у нас хватает всего, значит то, что растет вниз, мы удаляем. Есть еще какой вариант, например, иногда некоторые оставляют сантиметров 30 между побегами на шпальере. Ну, видите, так получилось, что у нас здесь два побега практически в одной точке. Но зато вот здесь у нас достаточно большое расстояние, где пусто, либо вот слабенький побег, он нам незачем. Просто вот эти, когда подрастут, мы их немножко разведем в разные стороны, и они не будут друг другу мешать. То есть достаточно будет хотя бы сантиметров 15, чтобы было здесь, ну, чтобы более-менее все проветривалось и все нормально освещалось. Есть возможность оставить больше, оставляйте. Нет, ну, у нас где-то остается сантиметров, бывает, что и по 15. Вот здесь тоже, смотрите, этот участок. Вот растет побег вниз. Он нам неудобен, мы его убрали. Вот этот, ну, тоже уберем. Остается у нас здесь раз. Ну, вот эти два, казалось бы, близко расположены. Ну, потом дальше, видите, вот этот слабенький. Лучше мы этот слабенький уберем, а вот эти два потом разведем. То есть к чему я все это веду? Да, есть какие-то классические азы, но при этом вы смотрите, что у вас происходит. Если вы будете руководствоваться, например, только расстоянием или только количеством, ну, это не всегда хорошо. Потому что, например, вот будем руководствоваться расстоянием, мы берем хороший большой побег, а маленький слабый оставим. Ну, это будет неправильно. Смотрим. Слабенькое, нас не устраивает, мы его убрали. Расположен неудобно, мы его убрали. Если где-то побег лишний, но мы понимаем, что он, этот побег нам нужен, он нам нужен на следующий год на плодоношение, значит, мы его оставим. И подумаем, уберем, может, какой-то соседний, другой. Еще был от вас вопрос, поскольку рукавов оставлять, поскольку их накручивать. Тоже в зависимости от места. Ну, вот здесь вот старый куст, и пока идет переформировка шпалеры, места хватает, и даже на двуплоскостной шпалере где-то бывает накручено по два рукава. На одной плоскости у нас стандартная четырехрукавная формировка, то есть мы два рукава накручиваем в одну сторону, два рукава в другую. Как, например, вот здесь, только здесь даже еще два не выросло, вернее, выросло три всего. Вот два пошли в одну сторону и один в другую. Это на одноплоскостной шпалере. То есть здесь было бы два в одну, два в другую. Ну, а на двуплоскостной шпалере мы запускаем по одному рукаву в каждую сторону. Если это у нас нулевой куст, как я вам показывала на формировках, то тогда мы пускаем те же четыре рукава, но они пойдут в одну сторону по две штучки. То есть вот таким образом. Пусть вас не пугает, что тут разный цвет коры. Здесь обрезка была на кордон, но об этом мы поговорим как-нибудь с вами в другой раз, чтобы ничего не усложнять. То есть по два рукава смело можно запускать в одну сторону и накручивать на одну проволоку. Ну и дальше по мере роста вот этих побегов мы за ними наблюдаем показатель хорошего роста. Если верх закручен, верх побега, значит он хорошо растет. Если он дает пасынки, значит он хорошо растет. Если вы видите, что вот у такого вот небольшого побега все, верх распрямился, пасынков нет, а остальные его явно обгоняют, такой побег можно убрать. И потом, если боитесь, если не совсем понимаете, вот как что сделать, то просто делайте все поэтапно. наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте. Можете, конечно, заниматься подсчетами, но основные принципы я вам сказала. Убираем то, что неудобно, оставляем то, что нам растет удобно, и мы понимаем, что мы это будем использовать на следующий год. Убираем все двойники, убираем то, что растет плохо, и потом еще смотрим, если у нас где-то получается сильное загущение, то там тоже надо будет кого-то убрать, либо развести в стороны, если такое возможно. Если разводить в стороны невозможно, значит, тогда что-то из побегов надо будет убрать. Ну и следующий наш этап это подвязка, то есть вот такие вот побеги уже надо подвязывать, они сейчас хрупкие, делать надо это аккуратно, потому что в дальнейшем где-то ветром все это может обломаться. Что используем для подвязки мы? У нас это многоразовые штуки, проволока медная от электрического кабеля. Вот так вот раз, даже одной рукой вполне легко защипить. То есть вот, тут уже петля накручена, раз завели и все. Да, есть специальные устройства, топинеры, которые быстренько это все делают. Но, честно говоря, почему не используем? Накрутить эти проволоки, ну да, надо один раз, немножко, скажем так, подзаморочиться, но потом они многоразовые, и они послужат вам много-много лет. Тот же топинер, топинер, как он правильно называется, его используют, да, с одной стороны быстро щелкнул-щелкнул, но мы понимаем, что там. Там какая-то полиэтиленовая пластиковая лента и металлическая скрепочка. То есть в конце сезона лента эта осыпается, как она разрушается, разлагается, честно, я не знаю, может она и биоразлагаемая, и она будет разлагаться, но металлическая скрепочка никуда не денется, и это все будет накапливаться у вас под кустами. Мне, например, такого не хочется, мне проще сделать так. Вы делайте так, как вам удобнее. И, в принципе, подвязывать к проволоке тоже можно всем чем угодно. Можно такими проволочками, кто-то использует, нарезает специально пластиковые бутылки, кто-то использует веревочки, женские колготки. Любой вариант будет приемлем. На этом наш ролик подошел к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok